Тайсон, Элеонора и Чак. Эти клички на слуху у каждого, кто хотя бы раз бывал в Сибирдинском заповеднике. Ведь пройти мимо вольера с медведями просто невозможно. И такому вниманию животные только рады. Они могут даже попозировать посетителя. И только медведица Нюша пока с осторожностью выходит из укрытия. Ведь она новосел. Сюда ее привезли около месяца назад, чтобы познакомить гималайскую красавицу с Чаком. Нам вот предложили с Геленджика, там зоопарк есть, оттуда предложили самку гималайского медведя. А у нас как раз Чак уже ему 22 года почти. Он сам живет здесь один. И поэтому мы согласились, и они нам привезли ее, подарили. Подруга Чака молода. Ей всего 7 лет. Но по медвежьим меркам она уже барышня в полном расцвете сил. А роскошный самец-мужчина опытный. Ему 22 года. Парочка долго присматривалась к друг другу. Но сейчас, как говорят сотрудники заповедника, стала проявлять взаимный интерес. Поэтому есть надежда, что в скором времени у медведей может появиться потомство. Они вот привыкают. Мы вначале держали их рядом, но через перегородку. Когда уже они обвыклись, мы ее выпустили, чтобы она территорией ознакомилась. Потом уже вместе пустили. Она вначале рычала на него, но он так спокойно относился, все время лежал около ограды. Потом они подружились. И сейчас уже нормально. Они оба вместе ходят, не ссорятся. Когда эти двое играют, посмотреть сбегается огромное число посетителей. Зрелище действительно забавное. Я никогда здесь не видел миску близко. А тебе не страшно было? Ну, все немножко было страшно. Потом уже, мне уже страшно не было. Он может на водичку нырять. Он тоже себя умеет. Он умеет и себя на колесе кататься. Он умеет и себя прыгать, типа, ну, вставать вот так. А по соседству живет полноценная семья Яков. Мама, папа и двое малышей. Второй, к слову, появился на свет месяц назад. И уже уверенно стоит на ногах и даже пытается вырваться из-под родительской опеки. Сам папа был здесь рожден, но это уже от старости мы потеряли то поколение Яков, которое у нас было. У нас остался от них только потомство, вот этот мальчик, ихний папа. И вот после приобретения такой хорошей девочки у нас и дело пошло. Есть вот прошлого года, этого года. И надеемся, в этом темпе у нас все пойдет пополнение. В этом году в заповеднике настоящий бэби-бум. Потомство появилось еще у диких кошек и оленей. А это значит, что животным здесь комфортно. И они готовы дарить еще больше ярких эмоций посетителям. Таря Назарова, Цейб Исмаилов, Архиз 24.